Вы увидите это только у нас. Уникальное видео. Крепость Бахмут держится. Вооруженные силы Украины умножают на ноль захватнические планы оккупантов. Сейчас работали по живой силе. Мы их там оставили немного полежать. Враг от бессилия накрывает огнем мирные украинские города. Неужели до такого зверства пустились? Но наши воины подстерегают вражеские войска, как на земле. Так и в небе. Огненные, горячие и пылающие кадры с передовой смотрите прямо сейчас. Слава Украине! Хорошее слава! Приветствую! Это Фронт Ньюс. С вами Владимир Тимошенко. Следующие 30 минут вас ждет правда о войне, которую наши журналисты добывают из самых горячих боевых точек. Готовы? Тогда мы начинаем. И начинаем сразу же с эксклюзивного материала с многострадального бахмутского направления. Бои идут в самом Бахмуте и вокруг города. Российское командование до сих пор не отказалось от идеи окружить эту украинскую крепость и перерезать пути снабжения. Но помехой для захватчиков является не только украинская пехота, но и наша артиллерия, которая уничтожает вражеские штурмовые отряды и проводит контрбатарейную работу. Как это, воевать с врагом, у которого до сих пор больше снарядов? Своими глазами видел корреспондент ТСН Александр Загородний. А значит, сейчас увидите и вы. Орудие! Вот так, без остановки и без экономии снарядов, артиллеристы лупят по посадке вблизи Бахмута. Ее пытаются захватить вагнеровцы, чтобы перерезать дорогу жизни. Наша пехота просит помощи у артиллерии, и они ее получают. Сейчас работали по живой силе, которая пыталась перейти посадку. Они залегли, но мы их там оставили немного полежать. Поднимутся вы снова будете накрывать? Навряд ли. Они, скорее всего, уже не поднимутся. Артиллеристы отстрелялись и еще не успели замаскировать орудия, как получают новые координаты. Рейнджер накручивает взрыватели одновременно на два снаряда. Это вам уже не 14-й год, когда снарядов катастрофически не хватало. Только что доложила разведка, что враг выдвигает на позиции миномет. И сейчас в этот миномет и полетит. Через несколько часов аэроразведка скинет нам видео. Свой миномет россияне подготовить к работе так и не успели. Ближе к вечеру мы встречаем бойцов бригады быстрого реагирования «Рубеж». Они держат оборону вблизи Бахмута. Муха воюет с осколком в колени. Боец уже с опытом. А вот Каспер побывал в своем первом бою. Будущий учитель музыки взял академотпуск и пошел защищать страну. Признается, немного нервничал. Не знал, как пройдет это первое сражение. Адреналин на самом деле есть и очень большой. Силы прибавляются и ты хочешь идти вперед, вперед, вперед. И несмотря на то, что командир говорит «все, хватит, ты продолжаешь бой». Боец с позывным «Продюсер» — военный медик. Ему приходится вывозить раненых из-под Бахмута. Без пафоса и победных реляций. Признается, наши держат город, хотя это сложно. Они прут, прут пехотой, артой обстреливают все. Просто вот бесконечное количество арты. Кто бы что ни говорил, но с нашей стороны тоже есть потери. Мы им больше, гораздо больше даем потерь. Но и с нашей стороны тоже есть. И будто бы в ответ на вопрос, ради чего Украина теряет лучших своих сыновей на Донбассе, мы встречаем на фронтовой дороге вот этого подростка. Он обустроил блокпост, на котором поднял национальный флаг. Вот за них и воюем, говорят бойцы. Как тебя зовут? Богдан. А это вы что, с один плюс один? Да. Ничего себе. А ты давно здесь стоишь уже? Где-то с начала марта. Серьезно? Так ты здесь всех знаешь, всех проверяешь? Ну да. Ну что, береги Украину нам. Держись, Богдан. Мы погнали. Подразделение под командованием бойца с позывным «Борода» с началом полномасштабного вторжения защищало Черниговщину. И после деоккупации Черниговской области мужчины были направлены в самое пекло войны, на то самое бахмутское направление. В следующем сюжете наших коллег с военного телевидения Украины вас ждут уникальные подробности успешной операции подразделения «Бороды», которая увенчалась уничтожением важной и очень ценной вражеской техники. Сейчас вы познакомитесь с украинскими героями и их невероятными талантами. Слава Украине! Герои! Слава! Подразделения «Бороды» и разведчиков. Они не просто наводят артиллерию, а еще и с обычных «Мавиков» скидывают подарки на головы оккупантов. С началом полномасштабного вторжения подразделение обороняло Черниговщину. После деоккупации области бойцы отправились на одно из самых горячих направлений – Бахмутское. Там мы работали, как аэроразведка корректировки и группа, которая могла наносить поражение врагов. У нас было СПГ, которым мы работали так же. Находили врага, корректировали союзные силы. Малыш, давай по максималочке им. С праздниками! Отрабатывали по расчету ОГС, по расчету миномета, по скупчению противника и по складу. Кумулятив работает на 1300, это ну и только по бронетехнике. Осколочно-фугасный, забрасывает на 4,5, при определенных условиях можно забросить и дальше. То есть такая маленькая полевая артиллерия. Выполнив успешные задания, подразделение «Бороды» отправилось на другое направление. Ребята вспоминают, что почти сразу же обнаружили цель – важную для врага технику. Была обнаружена система врага, которая находила дроны. Она автономная, находилась среди поля за колючей проволокой. Мы выехали туда. Преимуществом стало то, что это была ночь, поскольку система автономная. А если дни не солнечные, она не успевает зарядиться. И как только начинало темнеть, мы начали работать. Первый, конечно, захват был очень проблематичный. Первый захват был очень проблематичный. Дрон трепал, и очень сложно было руководить. Очень сложно было руководить. Связь была подобрена, высоту большую нужно было набирать. Мы все это проводили даже без радиостанции, потому что они также рэром палятся. Все было по часах. У нас было обозначено, сколько необходимо времени для выполнения этой операции. Там больше интуитивное наведение, потому что нужно учитывать, какая сила ветра и как его снесет. И при подавлении дрона рэром он вел себя неадекватно. Уже после первой попытки эта система перестала функционировать. И дальше мы спокойно занесли и другие подарки. В перерывах между заданиями ребята находят время и для хобби. Юрий унимает свой боевой пыл, сгибая гвозди в необычные фигуры. Ребята шутят, что имеют в подразделении настоящего богатыря. Хотите, пробуйте. Я уже попробовала. Если у вас есть желание, попробуйте, чтобы не думали, что это бутафория. Роблю по бажанию військового телебачка. Делаю по желанию военного телевидения. Брелки на долгую память от наших бойцов. Вот такое будет с агрессорами. Далее еще более детально проанализируем оперативную обстановку на том самом бахмутском направлении. Нашим защитникам, как вы уже видели, очень непросто, но они держатся. Враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаки в районах Богдановки и Притечино. Успеха при этом не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Хромовая Бахмут, Ивановская, Белая гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Северная и Железная Донецкой области. Если не выбить, то вытеснить. Российские ВСК используют комбинированную тактику в Бахмуте. В самом городе идут ожесточенные бои за каждый дом. Не утихает битва и на подступах к городу. Но при всем при этом в самом Бахмуте и в других близлежащих населенных пунктах еще остались мирные украинцы, которые просто не хотят покидать родную землю. Детальнее в следующем сюжете корреспондента ТСН Александра Загороднева. Вражеские снаряды ложатся все ближе и ближе. Враг прощупывает линию обороны, которую здесь под Бахмутом держат пограничники. Обычно после такого арта обстрела в небе может появиться еще и вражеская авиация. На всякий случай боец на псевдо-змей готовит свою шайтан-трубу. Стингер. Настоящий. Американский. У змея есть маленькая мечта. Сбить российский вертолет. Вертолет бывает. Часто дроны. Вертолет бывает. Часто дроны их залетают. Но дрон сбивать таким жалко. Да, жалко. Здесь немножко кто-то. После артподготовки может подойти вражеская пехота. Пограничники запускают сразу два квадрокоптера. Так надежнее и быстрее проводить разведку. Солидар видно. Солидар видно? Коптеры подлетают до Бахмута. Но что там происходит, увидеть не удается. Город в дыну. Но слышно. Там бой. Наши держат оборону. Игорь постоянно держит связь со своими товарищами в Бахмут. Признается, ребятам там тяжело. С напором врага легче не стало. Они постоянно пытаются продавить какие-то направления. Но ребята держатся. Держат город и отходить никуда не собираются. Аэроразведка показала, что в ближайшем селе российских войск нет. Мы решаемся проехать туда на бронеавтомобиле. И это невероятно. После стольких обстрелов мы все в бронежилетах и касках встречаем гражданских. Эти люди вообще не прячутся от обстрелов. Кажется, они уже и не боятся ничего. Там нету домов. Тут вот разбито. Дальше крыши слетели. Вся улица выехала. Там нету людей. А мы остались. Коренные. Которые здесь. Куда я уеду? Здесь моя кума. Друзья. Куда я поеду? Разбитые дома, пустые улицы. И здесь россияне использовали свою любимую тактику. Уничтожить все, до чего дотягиваются. Это одно из сел Бахмутского района. Сам Бахмут находится вон там, за тем холмом. Это несколько километров отсюда. Российские войска находятся еще ближе, буквально за этим селом. Если смотреть на карту, то это правая клешня, которой российские войска пытаются охватить город. Постоянные обстрелы показывают, российские оккупанты не отказались от идеи окружить Бахмут. По крайней мере, свои клешни они протягивают с обеих сторон города. И задача этих бойцов не дать врагу здесь продвинуться. Потому что тогда защитникам Бахмута будет вообще тяжело. Мы выезжаем с позиции, как бойцы сбрасывают нам вот это видео. Враг нанес массированный удар по той посадке, где мы были буквально считанные минуты назад. К счастью, все живы. Был туалет. Это не миномет. Грант. И саушки могли бахнуть. Далее переносимся на Марьинское направление. Это еще одна краеугольная цель для путинской своры. Соответственно, ситуация и тут накалена до предела. За минувшие сутки украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время вражеским обстрелом подверглись населенные пункты Невельская, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Донецкой области. Да, у Путина и его приспешников точно нет ничего святого. И страстную неделю не утихают бои на Донеччине. Российские войска разрушают последние дома в Марьинке. Небольшими группами атакуют также и вблизи Углидара. Наши защитники держат оборону и в то же время готовятся к Пасхе. Первые Пасхи и гостинцы уже прибыли на фронт, рассказывает корреспондент ТСН Александр Загородний. Вот только агрессором от этих гостинцев будет, ох, как не сладко детали прямо сейчас. Это дорога на Марьинку. Сам город. Ну, то, что от него осталось. Только что обстреляли. Полнеба в черных клубах дыма. Вот там, там Марьинка. Подъехать хоть на километр ближе мы не можем. Там все в огне. В конце концов выезжаем в сторону Углидара. Здесь вроде бы спокойнее, хотя первые выстрелы мы слышим еще по рации. Если что, вызывай поддержку, Мин. Как же здесь красиво под Углидаром. Окупы украинских военных выкопаны среди зеленой травы. Позиция у старика вообще идеальна. С двумя пулеметами. Слева крупнокалиберный американский Браунинг. По правую сторону немецкий МГ-42. Мы слышали, что подходил кто-то по рации. Это вы передавали, да? Рассы шли, должны были отработать. Каждый час-два пробуют. Пробуют и наши действия здесь проверяют. Это называется неудачное время для интервью. Старик все время всматривается в соседнюю посадку. В конце концов, берется за работу. Вероятно, от своего бессилия, от того, что не могут откинуть наших бойцов с позиций, не могут захватить украинские города, российские военные продолжают их жестоко обстреливать. Но эту ракету запустили, вероятно, намеренно в страстную неделю, когда все люди идут убирать на кладбище. Ракета взорвалась прямо посреди центрального Краматорского кладбища. На месте десятка захоронений огромная яма. Рядом около полусотни изуродованных надгробий. Неужели до такого зверства опустились? Ну, не были они таким народом. К месту взрыва постоянно подъезжают местные. Хотят узнать, что с могилами родных. Крест сломан, и это все. Говорят, по большим праздникам мертвых пускают на землю. Ну, чтобы они посмотрели, как мы здесь живем. Вот спустится на землю Хлебникова Анна Александровна, год смерти 1979-й, и спросит у россиян, а за что вы так с нами? И все равно, несмотря на зверства русских военных, Пасхи на Донбассе быть. Священник Православной Церкви Украины, отец Игорь уже сутки за рулем. Он везет землякам Пасхи, немного подарков и внедорожник. На этот автомобиль собрала деньги религиозная община города Дубна. Бойцы встречают гостей посреди трассы. Командор сразу же испытывает подарок от земляков. Ну что? Будто всю жизнь ездили на Мерседесе. А мы сейчас, у нас такая жизнь, что мы всю жизнь на них, наверное, не вылезаем. Если бы не машина, все, у нас там сейчас такие условия, что нам нужна только машина, и чтобы она нас в любой момент выручила и вывезла. А еще, чтобы сохранила и защитила от вражеских пуль, Матерь Божья. Отцы прямо среди поля проводят службу, освящают Пасху. И Святого Духа, Аминь. Мясо можете есть, это как вы воины. Мясо уже можете есть, вы как воины, пост уже в вашей жизни, а это освященное. То сохраните до Пасхи и себе утром встанете, нарежьте с воинами-братьями, чтобы Господь укрепил вас. Здесь бы посидеть и поговорить о родных, друзьях, но бойцы сразу выезжают на передовую. Они не смогут в ближайшее воскресенье сходить ни в церковь, ни на кладбище. Они будут здесь, на фронте, чтобы мы смогли отпраздновать. А мы вас здесь прикроем, и не забывайте о нас. Не забывайте про нас. Не только на украинской земле, но и в украинском небе оккупантам нет и не будет покоя. Вот и на окраинах Маринки десантник 79-й бригады забил вражеский штурмовик Су-25. Стрелец, зенитчик и Евгений отработал оперативно и за считанные секунды приземлил российский самолет с помощью ПЗРК «Игла». Эксклюзивные подробности от самого Евгения далее в сюжете наших коллег с военного телевидения Украины. На окраинах Маринки наши военные ликвидировали российский Су-25 «Грач». Сбил вражескую цель десантник 79-й бригады. О том, как происходила охота, расскажет стрелок-зенитчик Евгений. Закинули трубы на плечо и начали ждать, пока цель подлетит ближе к нам. Когда она подлетела приблизительно на 2 километра, я совершил пуск и попал по цели. Я сдеснил пуск и уразил цель. Они знают, где мы стоим, и через то они... Они знают, где мы стоим, и поэтому, не подлетая к самим позициям, а намного дальше, запускают ракеты неконтролируемые. И, наверное, они думали, что у нас студы снялись, потому что давно пусков не было. Мы момент, так сказать, ждали. Это важная цель, поэтому наносить потери врагу, особенно армейской авиации, это очень важно. Потом уже враг будет 3 раза думать перед тем, как залетать в наш район. наоборот. Багато хлопців. Многие ребята благодарили, руки пожимали, обнимали. Я до сих пор не могу поверить, что сбил. Я досі не можу поверить, що сбил. А теперь разберем детально оперативную обстановку на Запорожском и Херсонском направлениях. Подлая, циничная, несущая горе и смерть мирным украинцам, месть проигравших со стороны врага продолжается. Противник осуществил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них Ольговская, Красная, Гуляйполе, Гуляйпольская, Чаривная, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степногорск, Запорожской области, а также Степановка, Антоновка, Херсонской области и сам многострадальный город Херсон. Управляемыми авиационными бомбами по-гражданским город Береслав на Херсонщине оккупанты разбивают и самолетами, и артиллерией. В городе живет еще много людей, и все они становятся живыми целями для врага. Разбитые дома и целые улицы, пустые дороги и магазины. Противник давит на горожан, чтобы они покинули свои дома. Кто-то не выдерживает обстрелы и все-таки уезжает, а кто-то остается и помогает другим людям, забывая про собственную безопасность. Смотрите далее. Репортаж из Береслава от корреспондента ТСН Руслана Ярмалюка. Город Береслав на Херсонщине ежедневно в сводках. Это одна из улиц городка, а точнее то, что от нее осталось. Это последствия удара управляемыми авиационными бомбами. Те, которые используют сейчас активно оккупанты. Две авиационные бомбы. И обе упали прямо на голову людей. Зарево шло оттуда. Такое красное зарево. Жена не успела даже ничего. Ой, только сказала. Дальше все посыпалось. Стекла, все короче. Валерий с женой во время авиаудара были дома. Они уцелели. А их дом нет. Это мой дом. Крыша вся разбита. Двери все сорвало. Ворота одна половина просто лежала на полу. Сорваны были. Город Береслав оккупанты ежедневно или расстреливают из артиллерии, или бомбят, бросая с самолетов на гражданскую инфраструктуру управляемые бомбы со стороны новой Каховки. Постоянно мы не спим. Вот так вот. Два часа ночи, четыре часа утра. Постоянно выходим, смотрим. Там где-то засветилось, где-то грохнуло, там где-то бахнуло. Николай пришел к своему уже бывшему зоомагазину. Убирать мусор. Последний взрыв уничтожил его бизнес и унес жизнь товарища. Товарищ загинул. Товарищ погиб, да. У меня на глазах. В полутора метрах от меня. То есть был первый прилет. Мы были в магазине. А второй прилет повторно через 3-4 минуты. Я стоял рядом с ним. Но осколок так ранил его в голову, так что он не выжил. Разбиты дома мэрии, банков, речного вокзала. Пустые улицы, опустевшие парки и площади. Кое-где появляются люди, но они быстро исчезают между домами, постоянно оглядываясь на небо. Богато дроней влетают. Много дронов летают и гоняются даже за людьми. Просто гоняются. Лариса Владимировна бежала в аптеку. Лишний раз на улицу местные не выходят. При фронтовом городе Лариса осталась не сама. Сын в ССУ. Сын в ССУ, а младший уехал во Львов. А мы с мужем, куда уже, 73-й год, а ему 76-й, тоже остались на месте. А ему 76-й, а уже залишилось на месте. Возле разбитой многоэтажки Александр Александрович на быструю руку продает молочные продукты. Это все из его хозяйства. Мужчина один из последних фермеров. Я не выезжаю, потому что я фермер. У меня много скота. Люди просят молочку. Я привожу, поэтому и не выезжаю. Берегусь как могу. Хотя с каждым днем все думаю. Скорее, скорее, наверное, надо выезжать. Александру с каждым днем все труднее доезжать до города. Все окрестности и его село у Днепра обстреливаются российской артиллерией и дронами. Целятся специально по гражданским машинам. В основном дроны. И сбрасывают бомбы. Я только дрон вижу, сразу бегу. Потому что просто за мной летел. Куда я машина, и туда и он. Береслав, как и Херсон, принимают удары. Оба города на берегу Днепра. Неподвижные цели в прицеле российских пушек. Война без правил продолжается. А сейчас детально обсудим обстановку на Купенском и Лиманском направлениях. Террор от российских военных преступников продолжается и тут. Враг не дремлет. На Купенском направлении вражеским обстрелом подверглись Красная Первая, Новомлинск, Двуречная, Западная, Масилтовка и Табаевка Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Деброва и Белогоровка. Артиллерийским обстрелом подверглись Новоселовская, Стельмаховка, Андреевка, Невская, Белогоровка, Луганской области и спорная Донецкой. А прямо сейчас эксклюзивный материал. Снова переносимся на украинский Донбасс. В следующем сюжете наших коллег с военного телевидения Украины вы увидите, как вооруженные силы нашей страны проводят такую себе разведку боем в направлении временно оккупированной Горловки. Операторы дронов, разведчики, минометчики, пехота – все отработали блестяще. Это значит лишь одно – все временно оккупированные украинские города и села скоро обязательно вернутся домой. Пилоты дрона ищут среди деревьев и кустов позиции врага. Если будет выявлено что-то критическое, сразу же будет передано на артиллерийские установки. Смотрим, есть ли там в посадке вражеский миномет. Работал недавно. Несмотря на низкие тучи, мы сегодня проводим разведку в направлении Горловки и пытаемся выявить живую силу противника. Разведчики делают все максимально быстро, чтобы враг не перехватил управление птицей и не узнал о позициях пилотов. Ведь россияне наблюдают за ним. Россия – одна из передовых стран РЭП и РЭР. То есть они достаточно сильно противодействуют, у них максимальное количество средств. Развиваются так же, как и мы. Появились окопные РЭПы по подавлению дронов. Несмотря на противодействие вражеских глушилок, беспилотник фиксирует цель. На данный момент обнаружено перемещение живой силы противника на переднем краю. Буквально через несколько минут средства поражения украинского войска отработают по оккупантам. Выстрел! Они пробуют разные стороны, чтобы хоть где-то найти слабинку в нашей линии обороны. Работают из миномета, работают из пулемета, также небольшими группами пытаются двигаться, но мы не даем им близко подходить. Благодаря слаженной работе разведчиков, минометчиков и пехоты враг отступил. Но военные знают, что это ненадолго. Поэтому наши воины готовы решить вопрос окончательно. У нас только один вариант – дойти до нашей границы, закрепиться, а они уже пусть живут в своем болоте и дальше. После 24 февраля, дня, когда началась полномасштабная война, жизни всех украинцев изменились раз и навсегда. Многие защитники и защитницы до войны имели абсолютно не военные специальности, но это было тогда. А сейчас все эти герои – часть вооруженных сил Украины. Вот, например, герои нашего следующего сюжета. Сейчас они члены экипажа зенитной установки 23-мм калибра. А вот до 24-го, 02-го, 22-го их смело можно было бы охарактеризовать как «Ночной клуб на колесах». Детали этих невероятных жизненных историй далее в сюжете наших коллег с военного телевидения Украины. «Ночной клуб на колесах» – именно так можно охарактеризовать экипаж зенитной установки 23-2, 23-мм калибра. В прошлой жизни все эти ребята развлекали украинцев, а сейчас они защищают нас от российских захватчиков. Мы встретили ребят, когда они возвращались из боевой позиции. Этот экипаж удивительно колоритный, военные шутят все как один. Бармен 12 лет работал за стойкой, а теперь защищает Украину. Когда война начинается, бармены не совсем правильно могут выполнять свою работу и становятся не такими нужными, как военные. Но у меня так случилось в жизни, что я всегда выбираю себе работу, которую люди любят. Во время выполнения заданий эти ребята очень сосредоточены, а в целом, говорят, на войне без юмора пропадешь. Чтобы боевой дух не угасал, боец с позывным диджей всегда держит руку на пульсе, а точнее приносит победу. В зависимости от того, грустно им или весело, у меня есть плейлист на любой вкус. Я бы по-любому заезжал под Рок, Хауэй Тухэлл, но это вообще. На возвращение я бы уже включал We Are The Champions, а в процессе, ой, не знаю. Пока идет война, бойцы уничтожают вражеские цели и мечтают о собственных больших трофеях. Не знаю, как там думают зрители телемарафона, но наша армия и наши солдаты также лимитированы. Поэтому пусть наши соотечественники не стесняются и присоединяются к нам. Мы ждем. Работа интересная, коллектив шикарный, постоянно какие-то новые задания, туристические поездки практически по всему востоку Украины. Никаких минусов, одни плюсы. Самая лучшая работа в мире. Самая лучшая. На сегодня все, но уже очень скоро в программе Front News новые уникальные материалы наших журналистов из самых горячих точек войны, добытые для того, чтобы вы знали правду. С вами был Владимир Тимошенко. Берегите себя и своих близких.